С наступающим праздником! С самым великим праздником нашей страны! И, в общем, если так это... Ну, смотреть со стороны, наверное, это главный праздник всего мира. Просто не все это, к сожалению, понимают. День Победы. Ну, об этом можно говорить без кончищего мира, в который хочется верить. Даю вот этот концерт, традиционно, 8 мая. Во-первых, огромное спасибо вам, что вы все пришли. Потому что я знаю, какие очень большие выходные сейчас. У нас в Беларуси их нет таких. Я всегда говорю, у нас 2 января рабочий день, 2 мая уже рабочий день. Вот, друзья и Беларуси. И, ну, возможно, кто-то, конечно, отказался от каких-то планов. Даже я знаю, допустим, в заде многих своих друзей и знакомых, которые скорректировали план. Поэтому еще раз повторюсь, спасибо большое, что пришли. Концерт, когда я позволял себе попеть не только свои песни, а песни других авторов, известные песни, которые все знают. Я думаю, вы сегодня их тоже будете в каком-то виде подпевать. Вот, и начну я даже, в общем-то, с песни Александра Розенбаума. Потом тоже еще, наверное, пару слов на эту тему скажу. А может, не было войны, и людям все это приснилось, И вот, за срождение шрамы Некто от пули не погиб, И не вставал над миром креп, И не боялась гирта, мама, А может, не было войны, И у станков не спали дети, И бабы в гиблых деревнях Не задыхались на полях, Ложась плечом на стылый ветер. Люди, одним себя мы кормим хлебом, Одно на всех дано нам небо, Одна земля взрастила нас. Люди, одни у всех у нас дороги, Одни печали и тревоги, Одна земля, пусть будет снова мой рассказ. Пусть будет сном и мой рассказ, А может, не было войны, Не гнали немцев поэтому И абажур из кожи бляв, А Муссолини тут и лев. В Париже не было гестапо, А может, не было войны, И шмайсер, детская игрушка, Дневник с залитой кровью ран, Было не написан Анной Франк, Берлин не слышал громку шоу. Люди, одним себя мы кормим хлебом, Одно на всех дано нам небо, Одна земля взрастила нас. Люди, одни у всех у нас дороги, Одни пути, одни тревоги, Одни пути, одни тревоги, Пусть будет сном и мой рассказ. Пусть будет сном и мой рассказ, А может, не было войны, И мир ее себе придумал. Придумал. Но почему же старики Так плачут в мае от тоски? Однажды ночью я подумал, А может, не было войны, И мир ее себе придумал. Я как-то, я сегодня разговаривал С одним своим близким другом, Говорю, вот концерт будет начинать с этой песни, Хотя были у меня большие сомнения, И поймал себя на мысли, Что я ее очень давно не пел, Когда-то она у меня, как говорится, От зубов отлетала, Когда-то это было в мое лейтенантское время. Александр Олегович Розенбаум Я ее написал еще раньше, Больше тридцати лет назад. Сегодня я вот об этом думаю, И совершенно это все по-другому воспринимается, Потому что все идет к тому, Вот оттуда, из-за рубежа, И здесь уже тоже. Фраза, а может, не было войны, Она уже звучит по-другому, Потому что есть определенные, Скажем так, силы, Которые хотят забыть эту войну, Хотят обнять у нас эту победу. К сожалению, они есть и у нас. Даже не хочу говорить, Что в России вообще на всем постсоветном пространстве. Недавно слушаю в новостях, Допустим, какая-то женщина, Достаточно с определенным статусом, Написала там большой пост, Что вот сейчас деткам, Покупают эту военную форму, Старинно одевают пивоточки. Это неправильно. Мы не должны так относиться к этой войне. А как мы должны к ней относиться? Я сколько помню, В свое детство я играл военушку. Никто не хотел быть немцем. Мы считалочку разыгрывали, Кто будет, Где будут красные, Где будут немцы. Сегодня дети, наверное, Играют в другие игры, Они уже в компьютерах играют. И время немножко расставляют все по своим местам. Это не Counter-Strike, Это U.Va, допустим. Это Wargaming у нас белорусская фирма, Скоряемые из Беларуси. Это Orl Tanks и так далее. Там эта тема, она идет. И это правильно. И если наши дети не будут носить эти пивоточки, И эти портретики своих прадедов, Бабушек, прабабушек, Которые погибли во время войны, То тогда действительно когда-то скажут, А может, не было войны. Сквозь войны мы годы воюем, Отцов и дедов повторяем, Мы снова в суды штурмуем, И словно в заправду стреляем. Хоть войны по книжкам узнали, Отчаянно все же рискуем, Пластмасса в руках вместо стали, Мы снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, всего лишь войнушка, И пусть автоматы, всего лишь игрушки, Все как на войне, мы врага атакуем, Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Мы сами дошли до Берлина, Пройдя всех дворов в повороты, Мы сами взрывались на минах, В атаке водили мы роты, Мы вместо погибших стреляем, Когда отступаем, мы горюем, Пусть игры все это мы знаем, Но снова воюем, 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 воюем. Воюем! И пусть не война, Всего лишь войнушка, И пусть автоматы, Всего лишь игрушки, Все как на войне, Мы врага атакуем, Мы снова и снова воюем, Воюем! Воюем! Все войны свои я закончил, Готов уже стало поболем, Но что-то в душе болит очень, Когда выхожу в чистое поле, Здесь темно срезь тысяч схоронен, По ним мы полвека тоскуем, За них поднимаемся с боем, И снова воюем, 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 воюем. Воюем! И пусть не война, Всего лишь войнушка, И пусть автоматы, Всего лишь игрушки, Все как на войне, Мы врага атакуем, Мы снова и снова воюем, Воюем! Воюем! Войну сын не видел в памяти, Малыш, Впереди десять классов, А просят уже в магазине, Купить, Автомат из пластмасса, И пусть не война, Всего лишь войнушка, И пусть автоматы, Всего лишь игрушки, Все как на войне, Мы врага атакуем, Мы снова и снова воюем, Воюем! Воюем! Спасибо! Я просто обычно вот какие-то приветы передаю На прямой трансляции, Обычно это где-то там потом, А сейчас вот пою песню, И она написана, Я помню, я ее писал на 45 лет победы, И сын был действительно маленький, И в общем он даже в каком-то виде фигурирует своей песни, Он сейчас в Нью-Йорке, И смотрит эту трансляцию, Денис, там американцам, На всякий случай скажу, Что победу мы ковали, А не они! Третья песня, Третья песня всегда на концертах моих, Это память их тех, Кого нет с нами, И раз в году я пою именно ту песню, Которую я сейчас исполню, Каждый раз, Я надеюсь, Что мне не придется ее петь, Потому что тогда, Когда я ее написал, В 1993 году, Далеком уже, Когда начинали происходить Вот такие первые неприятные события, Когда именно вот в тот момент Был демонтирован памятник маршалу Коневу В городе Кракове, А Конев был именно тот, Благодаря кому этот город был освобожден Нетронутым, Я в прошлом году туда ездил, Это действительно красота, И понимаешь, Что это же благодаря нашим положенным жизни Мы разговаривали с поляками, Многие, допустим, Это воспринимают с благодарностью И помнят об этом, А некоторые считают, Что это просто вот так сложились обстоятельства, И выросло соцел, Так даже в 1993 году, Помню, Когда это все, Мотивация написания песни, В Праге Разукрасили в розы цвет танк, Который освобождал город 9 мая, Когда это вот пражское восстание, Опять же, Прага, Когда там бываешь, Это, наверное, Один из красивейших городов мира, Я когда-то ходил по улицам, Такое ощущение, Что попал куда-то В сказку Андерсона, Ощущение ощущения, А знаете, Какая у меня мысль была, Самая главная, Боже мой, Как здорово, Что это все не разбомбили, Ни немцы, Ни американцы, Которые снесли С лица земли Дрезден, К примеру, Потому что, Ну, Восстановить такое, Что находится в центре Праги, Я видел восстановленный Дрезден, Это тоже здорово, Да, И вот главный собор кафедральный, В котором темные кирпичи, Это то, Что немцы вот, Хранили долго, Они ввели все это за город, И потом это все восстанавливали, До 2008 года, Дрезден восстанавливался до 2008 года, И вот белые кирпичи там, И камни, Это то, Что уже новое, Того, Что не хватило, Они это все очень хранили, Это, кстати, Во многом дороги, И перед этим тоже можно снять шляпу, Вот, Прага осталась целая, Опять же, Благодаря нашему воину-освободителю, К сожалению, Тому, Кому сегодня памятники демонтируются, В Польше, На Украине, И вот, Когда я написал ту песню, Я думал, А, Это вот, Ну, Такое разовое явление, А потом годы шли, Шли, И шли, 2007 год, Это вся эта неприятная история в Таллине, С уборкой памятника, Воину-освободителю, И дальше, 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 И вот, К чему мы пришли сегодня, Несмотря на то, Несмотря на то, Что существует международный закон По охране памятников, И захоронений, Воины-погибшим, Воины, Сегодня меня поздравлял с праздником, Один ветеран, Когда докомандовал полком дальней авиации, И он говорит, Вот я был в Калининграде, Там очень ухоженные могилы, Солдат вермурда, А рядом наши, Говорит, Наши вот хуже, Конечно, Жалко, Но тем не менее, То есть, Это все вот существует, Это у нас, А Польша, Рыбак, И убрали памятник генералу армии Черняковскому, И 600 тысяч человек, Которые положили свои жизни Для освобождения той страны, Где были самые страшные концлагеря, Среди которых осведцы, Сегодня пытаются уничтожить, Вот. Ну ладно, Я каждый раз, Когда пою эту песню, Я думаю, Что может быть, Я пою все-таки в последний раз, Хотелось бы доверить, Дай бог, Ну а пока пою. Мой дом последний здесь, Здесь в площадь полоток рваных, Наш свод почти что видит, Решит в смертельных ранах, Здесь братская могила, Здесь вечно отдыхаем, В земле нас всех сплотила, Мы годы вспоминаем, Как прямо на запад шли упрямо, Не дождались нас мамы, И я дойти не смог, Мне бы увидеть свое небо, Услышать запах хлеба, Вернуться на восток, А люди там над нами, Ломают монументы, И по венкам ногами, Растоптаны все ленды, Тот там, что этот город, Освобождал когда-то, И что стоял здесь гордо, Уже пропал куда-то, Ветер, Ты знаешь все на свете, Зачто ж люди эти Теперь так злые на нас? Сколько Нас полегло здесь? Сколько В земле чужой, Да только Все позабыл и смог Но все, Нас переносит Лезть в звон за город, Прямо потом их дети спросят, Что было в этих ямах? Здесь были те ребята, Которых не дождались, Которые когда-то за них народ сражались, Пули Косили нас и гнули, Но все ж мы не свернули, Врагу пришлось Бежать Ждали Тогда нас и здесь так ждали, За них мы жизнь отдали, Остались Здесь лежать Случилось, что на свете Вновь враг наш засыпает Меня на землях этих Второй раз убивает Мы были здесь не гости, Нас гибнуть не просили Не трожьте наши гости, Верните их в Россию Где-то Сквозь воды ждут нас Где-то Прошло хоть много лет, Но Нас помнят и теперь Мне бы Увидеть свое небо Услышать запах хлеба Открыть родную дверь Мне бы Увидеть свое небо Услышать запах хлеба Открыть родную дверь Спасибо Каждый раз я ее пою Я думаю, в следующем году Дай бы Бог не петь И сейчас повторюсь опять же Дай бы Бог не петь Я уже говорил, что сегодня буду петь Не только свои песни, Те, которые мне нравятся Те, которые наверняка вы знаете Вот из этого разъявлена следующая песня Прожатыша Осторожно по пригорку И ночь от этого нам кажется темней Который месяц Не снимал я гимнастерку Который месяц не растет И вовремя есть у меня В запасе Гизот снаряда В кисете выжида Душистый саммассас Солдату лишнего Имущества не надо Махнем не глядя Как на фронте Говорит солдату Солдат хранит в карман Выслушившие письмо от Матери до горсть Родной земли мы для победы Ничего не пожалели Мы даже сердце Как инзы не берегли Что пожелать тебе Сегодня перед боем Ведь мы в огонь и дым Идем, или наград Давай с тобою Поменяемся судьбою Махнем не глядя Как на фронте Говорит Махнем не глядя Как на фронте Говорит Мы научились Под огнем Ходить не годились С жильем случайным Расставаться не скорбя Вот потому-то наш Родной Гвардейский корпус Сто грамм с прицепом Надо выпить за тебя Покуда тучи Над землей Еще теснятся Для нас покоя Нет И нет пути Назвать Общим с тобой Нет На прощанье Поменяться Махнем не глядя Как на фронте Говорит Махнем не глядя Как на фронте Говорит Александр Гутина Стихи Музыка моя Дочь Четвертые сутки Молчит Ворчит Вторшина Молоко Превратился В болото На дожде Все равно Водяная стена Загрустила В траншеях Пехота Эх, сынок Что война Ей не нужен талант Гранят жизнь До смерти Так зыбко Легко тебе сдеть Покорий музыкант Иди тебе Поль нота и скрипка И тебе Твои ноты и скрипка Музыка Белоснежных Белоснежных Танцовщиц Балета Белоснежных Танцовщиц Балета Несмотря на распутницу Слякоть и дождь Наслаждаясь Небидимым танцем Он не кашлял в кулак Не испытывал дрожь И в окопах сжимы И в аккордах Сжимал свои пальцы Громыхнула Громыхнула Накрыла Копа землей И огнем Цвета Алого Мака Поднимая Стрелковую Роту на бой Старшина Глухо крикнул В атаку Старшина Глухо крикнул В атаку Облака Орыхали И бурен как граб И колола Под ложечкой тупа И стрелял И бежал Музыкант На угар По размокшей Семле И по трупам Этой жизни Постигнуть Немыслима Суть И в сражении Слепой К рукаверте Музыканта Осколком Ударил В кровь И он рухнул Подкошенный Смертью Трочно все льется И льется И мир весь размок Старшина Закрутил самокрутку Затянулся Вздохнул Эх Ну какой же сынок Музыкант Два с четвертой сутки И пехота Шагала Листвой Шурша Что и грязь Непогода И горы И летел Погибшего Парня душе Далеко К лебединым Озерам Озерам Именно как день победы Беларуси 75 лет освобождения Нашей республики От немецко-большинских захватчиков Это государственный праздник 3 июля Он называется День независимости Я всегда с гордостью говорю Что у нас В Беларуси Самый правильный День независимости Потому что Я даже не знаю От кого независима Россия А все остальные Странные Как-то у них Такая привязка Странная Каким-то декларациям Каким-то указам И так далее В Беларуси День независимости Это день освобождения Города Минска И который Вот случился 3 июля 1944 года И это считается Днем освобождения Беларуси Очень серьезные Вероприятия Намечаются Конечно же Воздушный парад Я как человек Привязанных авиаций Об этом Не могу не сказать Для вот такой Небольшой Маленькой республики Это будет 49 бортов И Опять же Я Ну вот Я считаю Этим тоже Можно гордиться И когда некоторые Говорят Что там Между Беларусью И Россией Такие там Всякие отношения Могут вот так Вилять Но только Но между военными В этом воздушном параде Участвует и Российская авиация И не первый год То есть Эти 49 бортов Это наши белорусы И наши россияне Вот Часть базируется Прилетает Специально в Мочулище Так как правило В прошлом году Были яхты 30-е и Су-34-е Одни По-моему Из Армавира Другие Из Ростова Из Балтимора Ну сейчас Из Балтимора Из Батурлиновки Вот И дальники Прилетают В общем Как бы Из Энгельса И С Шайковки Это все Потрясающе Зрелищем Я к чему Все таки Волгоградская Волгоградская Но ветераны Вот так Стали все Смирно И сказали Нет Дивизия Начиналась Вот быть В Сталинграде И она Сталинградская И она Сталинградская И сегодня Эта дивизия Штаб у нее В Крымске Она первая Гвардейская Смешанная Авиационная Дивизия С теми же Регалиями Это очень здорово К сожалению Не все у нас Сегодня части Соединения У нас Это я имею ввиду В России Для меня Это родина К сожалению Не все сохранено И Ну дай бог Чтобы что-то Восстанавливало Та же Кубинка Там есть проблемы Определенные С возвращением Наименований И так далее Вот Ну да Следующая песня Она Посвящена Летчикам Именно той дивизии Не вернувшись С боевых заданий Дивизия Работала Наил-2 В операции Багратион Это был ее Просто звездный час Когда освобождали Беларуси Очень много Летчиков Погибло Не вернулось Из боевых вылетов И Я написал Помню эту песню Когда Отмечалось 92-й год 42-й Значит 50-летие Этой дивизии Тогда еще Были мужики Которые Ну Деды Там Как сказать Которые В ней Служили Их Немножко Было Потому что Штурмовики Это самые Большие Потери Во время Войны Среди Авиаторов Одна Потеря На 10 Боевых Вылетов Хуже Было Всего Только На флоте Потому что Возбивали Самолеты Возбивали Я Все Вспоминаю Эти Люди Которые Они Уже Такие Совсем Были Старенькие А Глаза У них Так Блестели Как будто Они Наверное Там И Остались В тех Годах В том Возрасте Они Все Это Вспоминали Пили Водку Улыбались И так Поднимали Бокалы За своих Товарищей Которых Было Очень Много Которые Не вернулись Боевых Заданий Я Может Много Говорю Но Я Считаю Это Важно При Двери Дня Победы Я Брал Интервью У Ныне Покойного Героя Советского Союза Майор В отставке Геннадий Шатило Он Рассказывал Что В эту Дивизию Пришел Как раз В 44 Гот Совсем Молодым И Когда он Говорит Я Пришел В столовую А там Пусто А где Все На задании Да нет Все Избили Ну Так Примерно Вот так Он Рассказывал Что В общем То Именно В тот Момент В том Полку В который Он Попал Из этой Дивизии Там Где-то Оставалось Четверть Живых Летчиков В это Время Собирали Других Потому Что Те Не Вернулись Стрелок Взлетела Копотка Зеленая Ракета И значит Нам Штурмарика Опять Работать Где-то Три Года Хода За Спиной Мы Все Друзей Теряем Нас Ждет Опять Смертельный Бой Нас Ждет Опять Смертельный Бой Сомнения Прочь Взлетаем Забыла Небо То Что Есть Свет Голубой На Свете Наверное Нами Вижет Месть Мы Душим Годов Этих Горит Родная Беларусь Мороз Идет Похоже Я Верю В то Что Я Вернусь Я Верю В то Что Я Вернусь Стрелок Мой Верит Тоже Небо Ты Нас Не Забудешь Ты Все Таким Нашим Осталась Мы Все Как Один Мы Дожить До победы Мечтали Небо Мы Шли Сквозь Огонь Нам Тяжелое Время Досталось Сжимая Штурвал Стиснув Зубы Мы В Бои Улетали Подпуск Костями Дыбыча Колонна Танков Врет Фашисты Врации Кричат Архемед Швак Цедон В веке Глубок Я Вхожу Смертьем Двум Не Бывать Я Вам Сейчас Всем Покажу Я Вам Сейчас Всем Покажу Там Хуй Вашу Мать Горит Земля Вот Это Бой И Весь Сырым Населе Под Черт Нех Вот Зашел Худой Я На Прицеле И Мой Стрелок Навек Умол И Воль Мне Сердце Дарит Сегодня Вечером Наш Полк Столовый Вечером Наш Полк Хлеб Сход На Поставили Небо Ты Нас Не Забудешь Ты Все Таки Нашим Осталась Мы Все Как Один Мы Дожить До Победы Мечтали Небо Мы Шли Сквозь Огонь Нам Тяжелое Время Досталось Сжимая Штурвал Стиснув Зубы Мы Кубой Улетали Летят Метра Всер Вослед Огонь Уже В камине Не прыгать Смысла Просто Нет Нет Мысли И В памине За Сторм Оживешь В бою Мне Погибать Негоже И жизнь Короткую Свою И жизнь Короткую Свою Продал Я Подороже Мое Последнее Пике Назад Мне не вернуться Безбол Я нынче Далеке Мне хоть Не промахнуться Штурвал Батонка Удержать Тебе Молитесь Гады Еще Успел Я Прокричать Ребята Лихо Упоминать Наш Экипаж Не Надо Небо Ты Нас Не забудешь Все Нашим Осталось Мы Все Как один Мы Дожить До победы Мечтали Небо Вышли Сквозь Огонь Нам Тяжелое Время Досталось Сжимая Штурвал Свиснув Зубы Мы В Улетали В Небо Спасибо Опять же Возвращаясь К той теме С которой Я сегодня Начал А может Не было Войны Я где-то На какой-то Странице В свое время Давно-давно Разместил Памятник Который У нас На шоссе Минск Радашковичи Там Памятник Экипажу Гастелла И Вот Буквально Это было Совершенно Недавно Месяца 2-3 Назад Развернулась Какая-то Полемика Появились Какие-то Ну не знаю Может это Не тролли И вот Началась Вот эта История Которая Уже Неоднократно В определенной Прессе Там И так далее Она обсуждалась Что там Был не Гастелла А был Маслов И так далее И А какая Разница Если нет Этих Памятников На что Нам равняться О чем нам Вспоминать И вот Определенные Товарищи В кавычках Они писали Вот Это неправильно Надо Историю знать Такой Какой Она Есть А какой Она Есть Есть то Что Александр Матросов Первым Шагнул на Образуру А он Был не Первый А какая Разница Их Было Много Главное Чтобы Мы Помнили Эти Фамилии И Неважно Это был Гастелла Или кто Потому что Этих людей Этих Летчиков Которые Направили Свои Горящие Машины На Фашистов Их Было Больше Чем Мы Об Этом Знаем Потому что Потери Армейские И все Эти Подвиги Они Происходят И сегодня В той же Сирии И так Далее Не всегда До нас Подоводят Не всегда Это просто Известно Не будет Человек Который Вызвал На себя Огонь Выдавать По рации Вы там Обметьте Что я Вызвал Огонь На себя Чтобы потом Это было Записано Где Вот Эти все Подвиги Человек Совершает Не думая О том Что Восстанется Леон В памяти Он думает Наверное Все таки О Родине Не знаю Может я сегодня Как-то Много пафоса Добавляю Но для меня Это Святой праздник И я думаю Что для тех Кто сегодня Сюда пришел Вернее уверен В этом Потому что У всех нас есть Те Наши родственники Которые В этом Участвовали Те Кто не вернулся Те Кто Вернулся Раненым Те Кто Вот Участвовали В разгроме Самой страшной Говорится Самой страшной Угрозой Для всего мира Фашизма Мы обязаны Об этом Помнить Завтра Завтра Парад Замечательное Событие То чем Мы гордимся Будем Наверняка Мы все будем Смотреть это По телевизору Кто-то будет Там на площади Я вчера Все время Хвастаюсь Наверное У меня вчера Был еще Десятый раз Пролетел Над площадью Победы На генеральной Репетиции Ну я еще Летал На параду Но вот Именно генеральной Репетиции У меня вчера Был Десятый раз Я летал С ребятами Из Ташкана Ми-8 Мы были В первой пятерке Ми-26 И Четыре Ми-8 Какие-то Вот ощущения Пролетаешь На главной Площадью Страны И видишь Заполненные Трибуны Даже 7 мая Даже Приходят Ветераны Потому что 9 мая Не все Могут туда попасть Да и 7 мая Тоже не все Могут попасть И это очень здорово Что на генеральной Репетиции Все равно сидят Эти люди И это все Видят И это здорово Я всегда говорю 8 мая Мы желаем Тем Кто завтра Поднимется в небо А это 74 борта 19 вертолетов Остальные Это самолеты Чтобы все Получилось штатно Дай бог Чтобы все Было хорошо С погодой Потому что Два года назад Получилось так Что мы слетали На генеральную А 9-го Все таки Отменили Этот пролет Но вроде На завтра Все складывается Дай бог Чтобы ребята Все прошли Нормально Чтобы все Это было штатно Следующая песня Спою Она посвящается Моим близким Друзьям Из Кубинки Пилотажным группам Они завтра В этом участвуют А песня Написана была В те времена Когда не летали Они Министром был Всем известный Товарищ Связанный С мебелью Летали мы Тогда только На вертолютах С плагами Это было По-моему Два или три года Подряд И парни Только мечтали О том Что Это надо Это надо Не только им Это надо В первую очередь Всему народу Есть на другом Но тем не менее Там об этом тоже есть Летим в заморскую страну Что далеко В чужих Жиротах Мы на военных Самолетах На нашем Маршруте Не на войну Летим В нерусскую Страну Как по линейке В небесах Мы чертим Следы Инверсионные Меняя Снизу Странные Зоны И часовые Пояса Мы на работе В небесах Мы небом Одержимы И это Не на час На жизнь Воль Заниматься Летным Делом Предельные Режимы Не так Тревожат Нас Как то Что на земле Все За пределом Там На земле Давно Все За пределом А летим Туда Где чтут Коран Там Авиация В Поворе И кто Главней У них Не спорят Фермблюды Или Аэроплан Не спорят Там Алмаз Урман Мы им Открутим Пилотаж И сорвем Восторг Аплодисменты Ведь Помнят Странные Континенты Все знают В небе Очерк Наш 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 В открытии Пилотаж Мы Небом Одержим И Это Не на Час На Жизнь Коль Заниматься Летным Делом Предельные Режимы Не так Тревожат Нас Как То Что На земле Все За пределом На земле Давно Все За пределом Дай бог нам Снова Над Москвой Пройти Дать Салют Обеды На нас С небес Посмотрят Деды И вспомнят Свой Последний Чпой Подзагрызающей Москвой И дай Господь Изберечь Орля Чтоб не Пришлось С нуля Сначала Ведь Кажет Дуб Покрышками Чкаф На Помощь Кно Не Прилетят Но Там На Небе Не Простят Мы Не Был Подержимы И Это Не На Час На Жизнь Коль Заниматься Летным Делом Прилительные Режимы Не Так Тревожат Нас Как То Что На Земле Все За Пределом Нам На Земле Давно Все За Пределом Мы Небом Одержимы И Это Не На Час На Жизнь Хоть Заниматься Летным Делом Вредительные Режимы Не Так Тревожат Нас Как То Что На Земле Все За Пределом Там На Земле Давно Все За Пределом Как Жаль Что На Земле Все За Пределом Тревожат Ни Три песни я пою только на День Победы. Я, кстати, только на День Победы в этом клубе одеваю вот этот комбинезон. Иногда я думаю, что, наверное, может, не совсем имею на это право, но определенные люди — это люди в 237-м центре показа авиационной техники. Это было еще когда-то, начиная от Игоря Валентиновича Ткаченко. Мой первый комбинезон был пошит вместе с русскими витязями. Просто мы приехали в ателье, с нас снимали метки, потому что есть комбинезоны, которые продаются, а для лючков их измеряли, в том числе меня измеряли. Но это уже давно было, это вот другое, но я по 9 мая всегда его одеваю, наверное, с определенной гордостью, с определенными, наверное, мыслями. Вы знаете, что на концертах представляю определенных людей, которые присутствуют в зале. Не знаю, есть ли сегодня те, о ком я думаю, но тем не менее. Я просто хотел бы сказать, что те ребята, которые завтра полетят над Кремлем, и тем, кому мы в связи с этой песней, конечно же, пожелаем удачи, чтобы завтра все произошло штатно, безопасно, и все здорово, чтобы весь народ гордился, весь мир с восхищением смотрел на это дело. Конечно, никто из них не смог приехать сюда, и я не питаю иллюзий, потому что им нужно сегодня выспаться, завтра рано встать, приехать на аэродром. Я там тоже буду, потому что я сегодня уже не чую фубинки, и мы завтра на аэродроме работаем. Мы все время их с волнением провожаем, сразу все встречаем. Но тем не менее, я вот, честно говоря, насколько знаю, в зале есть человек, который очень сильно связан с Кубинкой. Он летал в составе эскадрильи «Небесные гусары». Была такая группа на Су-25 в свое время. Сейчас он там не летает, но зато он три раза в космос летал. Это герой России Антон Скаплеров. Не знаю, есть он, но должен быть здесь. Где-то прикреплялся. Я не вижу на меня просто, но сказали, что он здесь. Следующая песня. Она не про войну, конечно, не про ту войну, но у меня первое отделение составлено так, что на второе можно все привязать к Великой Отечественной войне. Каждую песню. И даже если она написана, вот я же, предыдущая песня, она вроде бы вот про пилотажную группу, но тем не менее она привязана к той войне. Все военное просто не может существовать отдельно от тех событий, потому что это все имеет какое-то наследие. Иногда говорят, что воины выигрывают солдаты. И это в определенной мере правильно. Хотя по большому счету войну выигрывает вообще страна, и страна это так, на самом последнем месте, на первом месте народ. Но если уже касаться конкретно армии, то это действительно солдаты, те, кто первым идет под огонь. Это офицеры. И это, конечно же, генералы. Некоторые люди, которые не совсем сведущие в военной теме, иногда говорят, а, генералы, это люди с лампасами где-то вот в тех кабинетах на паркете. Лично я всегда говорю, что мне в жизни с лейтенантских времен повезло с генералами, с которыми я служил. И еще больше с теми, с которыми я сегодня знаком по жизни, уже будучи военным тележурналистом, и просто, опять же, там вот занимаясь песней. Как говорят, тяжела шапка Мономаха. Или генерала тоже, она тяжела. Потому что на тебе висят эти жизни. Если ты умный генерал, то у тебя их меньше победных этих жизней уйдет. Это я все, к чему и так следующая песня. Жизнь прожить не будет или идти. Но если в небе ты живешь, значит, обоих комет и пойдешь. Гроз не сбегая по пути. Если смог летающим, так же стать. Крыгами за небо ты держись. Ты ему доверила свою жизнь. Значит, будь готов ей отдать. И во сне, и наяву уносился все его ввысь. Подняться он всегда мечтал. Покриволе напрямик, Жизнь стремительна, как миг. Но летать за годы не устал. Генерал. Он всю жизнь по небу прямо шел. Легких он путей не выбирал. А летный еще не паркетный генерал. Не любил он кабинетный стол. Кабинет иной предпочитал. Где он в кресле, но совсем вдруг он Тоже с ручкой, но не за столом. В бой ходил нередко генерал. В этом кабинете он летал. Жизнь она как пилота. Что вдруг, что портой вираж. От судьбы подарков он не ждал. Кто-то скажет, что без зло. В небе всем смертям назло. Он даже не без шанса побеждал. Генерал. Есть свой крест у генеральских взгляд. Звание назначено. И судьбой отправить людей приказом в бой. Тех, кого помянут в третий тост. Он и без приказа был готов На задание в вечность улететь. Предпочел бы сам он умереть. Чем смотреть в глаза детей и вдов. Не найдя до утешения слов. В небе не всегда ЭТМ. Бог вернуться даст и всем генерал. Конечно, это знал. Не прикроешься никем. Шапхай, манамаха, шлем. Нужно оставаться, как метал. Генерал. На компе взлетном нет погоны И в пожарище любой войны В небесах все летчики ровны Вместе переходят Рубикон Как в рулетку русскую играл Он со смертью сколько раз не счесть На земле и в небе свою честь Он не уронил и не заморал Значит, настоящий генерал В небе или на небе жить Может только Бог решить Генерал из двух не выбирал У него один пору путь На котором не свернуть Не свернул нигде и не упал Генерал Генерал Спасибо Не смогли прийти Ну, немало моих очень хороших И друзей, и приятелей Именно с генеральскими погонами Надеюсь, ну так, по-моему, знаю, Что есть здесь Дмитрий Леонидович Костюнин Есть, нет? Есть Дмитрий Леонидович, ну как же вы вот там Ну Вы генерал, который сегодня летает Спасибо, что вы читали Я еще про вас немножко расскажу Я вообще очень рад видеть Спасибо Песня, которая мне очень нравится Эх, дороги Песня, который открыло Эх, дороги Песня,égerсь Расклужишь посреди степи. Бьется пыль над под сапогами, Степями, полями, А кругом бушует пламя, Да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, Холода тревоги до степной бурья, Выстрел грянет, вор нам дружит. Твой дружок бурьян неживой лежит, А дорога дальше мчится, Пылится, клубится, А кругом земля бимится, Чужая земля. Эх, дороги, пыль да туман, Холода тревоги до степной бурья, Край сосновый солнце встает, У крыльца родного мациночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями, Все глядя послит за нами, Родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, Холода тревоги до степной бурья, Снег ли, ветер, вспомним, друзья, Нам дороги эти позабыть нельзя. Ну что сказать, дороги-то они пролегают порой Очень далеко от Родины, И для тех, кто эту Родину защищает, Даже если это далеко, Как бы кто ни говорил, Именно там далеко тоже защищают Родину. У нас на Родине мятеры, А здесь погода по заказ, И многозвездный наш отель, Апартамент экстракласс, Судокство оснаружи, Бывало и хуже. В другом, как межских урод, Избавим мочиной красоты, А море просто натер морс, Но видим только с высоты Мы эти красоты В процессе работы. Мы трудимся в заморской даре, Где звучит намаз, И многие совсем не ждали С тех, кто видит нас, Другие времена на старе, Мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, Чему учились, Все годы на занятиях и учениях, Буржури не хотели, Буржури не хотели, Но случилось. Мы в деле по прямому назначению, Нам в этом не принесет, Не этот этикеток, Сюда не отдыхать пришли, Не в гости. Мы днем и ночью, Бомбы и ракеты Вхалачивают в цели, Словно гости И по самому прямому назначению. Здесь каждый город мой бой, Одно приезжение кипиш, Кабина словно дом родной, Вот только жаль и не поспишет, А хочется очень, Особенно ночью, Который месяц не до сна, И не уйдешь, А в людей по распорядку здесь война, Что день, что ночь, Рабочий день здесь весьма на пределе, Назначение цели. Мы в нужный час, И в нужном месте Выводим с небес, И сразу станут цифры въезде, Духи все вогрят. Прицельный, кварный, Тонкий крестик, Миг на них поставить, Жирный крест. Мы делаем здесь то, Чему учились. Все годы на занятиях И ученьях, Буржуи возмущались, Но случилось. Мы в деле по прямому назначению, А в этом небе Где-то этикета. Сюда не отдыхать пришли, Не в гости. Мнем и ночью, Бомбы и ракеты. Мы вколачиваем цели, Словно гвозди По самому прямому Назначению. И вероятные друзья Нам скажут просто Very good! Летать по многим нельзя, У них нормированный труд, И в бедном не сладко. Жить По распорядку к смертям уже не привыкать, С годами старым и грубей. Пора за нам не умирать, Но не привыкнуть, Хоть и пей нам жить. В половину, И к выстрелам в спину. Минует нас по воле фарта, Смерть и холодок, Когда спустя полетные карты Выцвежили стоп, Напомнит нам довольно ярко Ближние, Но налег из поля восток. Мы делаем здесь то, Чему учились Все годы на занятиях и учениях Уж вы были против, Но случилось Мы в деле по прямому назначению, Нам в этом небе нет Этикета Сюда не отдыхать пришли, Не в гости Мнем и ночью бомбы и ракеты В калачевом сяле Словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению Собираюсь туда вот Достаточно скоро, наверное. А знаете, что очень порадовало? Когда я разговариваю, Они говорят, У нас 9 мая тоже будет Марш Бессмертный полк Вот там Ну это здорово Ведь это не только по всему миру Ну вернее, это не только здесь, А это по всему миру Я тоже об этом потом скажу В среде тех вопросов, Которые мне, допустим, Сегодня задавали в телецентре Восстанка на работе Для меня было очень удивительно Но Тоже я об этом скажу Когда люди на войне Часто говорят, вот В первую очередь Они думают о родине Да не так это Долгий год, как на войне Три за один Но снова мы вдвоем Батя, здравствуй Весь год сказать Хотелось мне обнять тебя Фразы все Потом За старым сядем мы Столом покривче Что-нибудь нальем Ах, батя От тебя так отвык И стопка водки Заберет Весь мир вокруг Перевернет Развяжет Мой завязанный язык Но как дела Даже пока И не болят Еще пока Иду, как прежде Прямо На пролом А жизнь Стремительно бежит И как цыганка Ворожит Но Оглянулся Пожалуй Я потом Проблемы есть Когда их нет Не стал пока Немилым свет Хотя порой Трясет Но лишь Слегка Но Свою я Натянул билеты С ним по жизни Столько лет По жизни Еду Бог с ним А пока За старым сядем Мы Столом покривче Что-нибудь Нальем Ах, батя От тебя Так отвык И стопка водки Заберет Весь мир вокруг Перевернет Развяжет Мой завязанный язык Батя Здравствуй Когда свое Клешней Берут Это еще чуть-чуть Но постарел Батя Здравствуй И пусть Календари не врут Твой взгляд Горит Все так же Как Корел Батя Здравствуй Я наяву А не вас Не Увидеть Поскорей Тебя Хотел Батя Здравствуй Я дома А не на войне Я гость Пусть Она Все же Прилетела За старым Садим Мы столом Потребче Что-нибудь Нальем А в батя От тебя Так отвык И стопка Водки Заберет Весь мир Вокруг Перевернет Развяжет Мой завязанный Язык Романтик Кончился Во мне В бою Даже И во сне Покрылись Пылью Детские Мечты Ты сам Когда-то Спину Гнул И лямку Тридцать Летя Ну А я Теперь Вот так же Как и ты Стараюсь Правду Говорить Не унывать И честно Жить Как с мамой Научили Вы Меня Извел Да не хапаю С небес И в грязь Пока еще Не врез Живок Сидит Гамень Извиня За старым Сидим Мы Столом Покремче Что-нибудь Нальем Ахватя От тебя Я так Отвык И стопка Водки Заберет Весь мир Вокруг Перевернет Развяжет Мой завязанный Язык Счастлива Боже Так не хочу Уезжать И не разжать Пожар Тебя руки Счастлива Батя Ты молодцом И так держать Вот только Батя Маму Береги Счастлива Батя Не сильно Верю я Судьбе Но верю Я вернусь В родимый дом Счастлива Батя Я шо бы Нам скажу Тебе Я Нем А фразы Все Потом Спасибо Думаю О родителях Они не воевали Но уже Война была В том возрасте Когда они Это все Ну не то что понимали Они это все видели Мама у меня Блокадница Она пережила Блокаду От дня до дня Фактически Ее эвакуировали По дороге жизни За несколько дней До прорыва Окончательного Блокады Так как даже Никто не знал Расписание Скажем так Извините Уж так За такое ерничание Когда это все будет И это Наверное То немногое Что она мне Рассказывала Они вообще Постараются Это не вспоминать Или Или держат это в себе Когда она говорила Что машины Проваливались Под плед Ладожского озера А люди оттуда Не выпрыгивали Даже не пытались Просто вот они уходили И Пава рассказывал Как бомбили Горьковский автозавод А отец у него Не вернулся с войны Он погиб в 43-м году На Курской Доге И у каждого Уверен В этом зале Конечно есть Вот Те о ком мы можем вспомнить Вот дай бы Бог Чтобы наши дети и внуки Об этом помнили И наверное Это все зависит от нас Потому что Мы всегда думаем О своих ближних Так же как вот Вот я сейчас спел песню И говорю Что на войне Солдат всегда думает В первую очередь не о родине А тем А тем Кто его ждет Темная ночь Только поле свистит По степи Только ветер Гудит в проводах Пуску звезды мерцают В темную ночь Ты любимая Знаю, не спишь И у детской кроватки Ты в ком Ты слезу вытираешь Как я люблю В глубину твоих Настухых глаз Как я хочу К ним прижаться Все свечет Купали Темная ночь Разделяя В дыбе Маганат И тревожная Черная стень Паралекла Между нами Верю в тебя Дорогую Подругу мою Эта вера Отпурина Темная ночь Темная ночь Я ухранила Радостно Я спокойно В сумердельном Пою Знаю Встретишь С любовью Меня Чтоб со мной Не случилось Смерть Не страшна С ней Не раз Мы встречались В степи Вот и теперь Надо мною Она Кружится Ты меня ждешь И у детской Крова Не спешит И поэтому Знаю Со мной Ничего Не случится Ничего Не случится Не случится Я такую Профессиональную Песенку Спою Ну Опять же Это Из того Что все знают От Москвы до Бреста Нет такого Нет такого места Где бы ни скитались Мы в пыли С лейкой и блокнотом А то С пулеметом Сквозь огонь И стужу Мы прошли Безгладка Товарищ Песню Не заваришь Так давай По маленькой Нальем Выпьем за писавших Выпьем за снимавших Выпьем за шагавших Под огнем Есть что повод выпить И есть что выпить Повод За военный провод За У-2 За М-2 За успех Как пешком шагали Как плечом толкали Как бы поспевали Раньше всех От ветров и водки Хрипли наши глотки Но мы скажем тем Кто упрекнет Знашь и пока чуйте Знашь и поночуйте Знашь и повоюйте Хоть бы год Знашь и повоюйте Хоть бы год Там где мы бывали Нам танков не давали Но мы не терялись Никогда На пика бедра нам И с одним наганом Первыми въезжали В города Так выпьем за победу За нашу газету А не дышим мы, дорогой Кто-нибудь услышит С ними-то напишет Кто-нибудь помянет Нас-то с тобой Кто-нибудь услышит С ними-то напишет Кто-нибудь помянет Нас-то с тобой От ведров и водки Хрипли наши глотки Но мы скажем тем Кто упрекнет Знашь и пока чуйте Знашь и поночуйте Знашь и повоюйте Хоть бы год Знашь и пока чуйте Знашь и поночуйте Знашь и повоюйте Хоть бы год Иди военных корреспондентов Погиб каждый четвертый И буквально недавно Ну просто вот сейчас вылетела фамилия с головы Умер наверное последний Из операторов Которые снимали эту войну И ну вот В ближайшем будущем Должны открыть памятник Военным операторам Сейчас Ну вот В России я имею в виду Ведется эта работа Должны его скоро открыть Я Всегда с гордостью говорю Что я занимаюсь Опять же этой работой Причем в двух телекомпаниях Это Воен-ТВ Министерство обороны Республики Беларусь И Малоизвестная компания НТВ В России Совсем малоизвестная Я все время жутко говорю Да Но мы тоже занимаемся Тем правильным делом Хотя про нас все время говорят Это военная программа Вы говорите какие-то не НТВшные Вы все время про армию Говорите хорошие вещи И вообще все правильно А мы в общем-то спокойны тем Что нас никто не трогает Просто есть закон определенный Что на федеральном телеканале Должна быть военная программа И с этим ничего не могут поделать Поэтому у нас очень минимальный бюджет Но мы тем не менее делаем то, что нам нравится Нам никто не ставит задачи А мы там убежденные Вот такие военизированные люди А уже что касается телекомпании Воен-ТВ Учитывая, что она в составе Министерства обороны белорусского То там просто никуда не денешься Мы занимаемся именно профильными делами Я к чему Просто в этом году Недавно Несколько недель назад 15 апреля Вспомнилось 25 лет Четверть века Телекомпании Воен-ТВ Еще мероприятия Даже у нас такие праздничные Всякие идут И торжественный прием С министром обороны Он состоится В конце мая Потом еще будут Такие всякие дела И меня уже Генеральный директор Предупредил Говорит Ты же Я знаю, что эту песню не поешь И забываешь все время Но ты разучи ее Чтобы не следка петь Потому что Ну будет министр Будет начальник Минштаба И так далее Надо ее будет спеть Я на Воен-ТВ В штате 1 ноября Будет ровно 15 лет Как работаю Но вообще Я в этой телекомпании С самого ее основания Я писал Песни определенные Я участвовал В каких-то программах Я кидал какие-то идеи Еще служа Совершенно Ну мы все находились В одном корпусе Генерального штаба Для меня это действительно Родной коллектив Ну и песня Вот продолжение предыдущей Она уже более современная Конечно Но думаю Наверное она не только Про нашу телекомпанию А действительно тех Кто занимается военной темой Вот вчера в Кубинке Опять же Когда все эти Были мероприятия По Ну Связанные с генеральной репетицией Парада Очень много тележурналистов Очень много знакомых С которыми обнимались К сожалению Ну у меня это всегда вызывает улыбку Есть те кто Ну настолько далеки от военной темы Они приезжают И задают Такие вопросы просто Ну Я об этом могу долго рассказывать Но не буду Но это смешно Ну и тем не менее Все равно Даже если Не профессионал Я считаю Дает репортаж О военных Все равно Это правильно Народ Должен знать Тех Кто его защищает Я всегда Говорю Что Те репортажи Которыми я занимаюсь Закон журналистики Немного Другой Он о том Что Вот зритель Он должен Это все Вот Мы все делаем Для зрителя Я всегда говорю Я делаю Для тех Ком я снимаю Потому что Это бывают Порой такие места Куда Как Макар Теляд не гонял И очень многие В этом зале Там служили Потому что Эти люди Должны видеть По телевизору Себя И понимать Что Родина Хотя бы В таком виде О них узнает Потому что Иной раз Действительно Ну не знаю Военные знают Допустим Как низун Борзи Да Ну к примеру Я помню Ну лет 10 назад Я туда приехал И вот Делаем репортаж Потом заезжаем В дом Ну опять же Там авиабаза А что Нас покажут Конечно же Покажут И я вот Повтораюсь Сделать так Чтобы они Себя увидели Остальные Ну они Это увидят Да Но главное Чтобы Те кто несут Эту службу Понимали Что все таки О них Родина знает Хотя есть Эта фраза Родина слышит Родина знает Вот Но тем не менее Ладно Да Я отбываю вся тема Но тем не менее Вот эта песня Которая была написана Именно К юбилею Телекомпании ВНТВ Это было 5 лет назад 20-летию Это вот продолжение Предыдущей Песня Отдал О мыльных опер Извините Не снимаю Пусть отбихает Голливуд Им подавай Гламур Уют А мы Мороз Лесной В окопе Это в норме Под грохот Под грохот танков Пуш и гром Пуш и гром В атаку С камерой Идем На форевое Телевидение В форме Под грохот танков Пуш и гром В атаку С камерой Идем На форевое С камерой С камерой С камерой Пусть отбихает А сам думаю Под грохот Танков Пуш и гром Мне нередко говорят Или постоянно говорят Ну да Конечно У тебя на концерты Приходят люди Которые Либо авиаторы Либо нынешние Либо мечтающие Либо Те кто летал И вот Все в этой теме А я что-то Вот пою И думаю А у меня сегодня В зале сидят Два друга Которые танкисты Это Павел Зинов И Вадим Цилюра Кстати У Вадима Буквально вот Позавчера был день рождения Ребята Спасибо большое Что пришли Кто говорил Что танки не летают Еще капитают Помню мы В школе Учились Стишок Классик Поэт Вном Рассказывал Детям Мол Хороши Все Работы Дружок Сотни Профессий На нашей Панете Выбрать На вкус Я не Принял Совет Я За Отцом И За Братом Тянулся Ну И Конечно Примером Был Дед Тот Что Из Неба Войны Не Вернулся Бабушка Бабушка Говорила Внучок Колю Влетаешь Влетай Аккуратно Бог Бог Тебе Помочь Когда Горячо Чтоб Ты Всегда Возвращался Обратно Горячо Ветт Прилетели Я С ними Летал И Вспоминал Я Нередко Бабу Лет Чаще Она Когда Прямо В металл мне молодильный снаряд выпал И в этот миг мне казалось прител Вмиг, когда тетка с косою цеплялась К бабушке срочно вернуться хотел Чтоб мне с порога она улыбалась Ты как тогда говорила, внучок Колю ж летаешь, летай я аккуратно Бог тебе в помощь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Время, как пуля на вылет и влет Бабушка к деду давно улетела Только мне кажется каждый полет Смотрят они, чтоб меня не затела Дед словно рядом команду дает Эй, внучок, атакую я прикрою Отвоевал я теперь твой черед Помни, что с бабкой мы рядом с тобою Помни, что с дедом твердят мне, внучок Колю ж летаешь, летай я аккуратно Бог тебе в помощь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Бабушка мне говорила Бабушка мил, внучок Бабушка мил, внучок Колю ж летаешь, летай я аккуратно Бог тебе в помощь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно И я летал, в небе летал, но не всегда, аккуратно Всю жизнь летала, пола вылетала, но возвращалась обратно Всем возвращаться, всем возвращаться Спасибо большое, прежде чем мы пойдем покурить Пару слов я хочу сказать А, я расскажу о них, старые, старые Наверняка многие знают Это времен 70-х годов Начинается ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами Здесь у руля Леонид Ильич Брежнев, там Джимми Картер Все, обмен ядерными ударами, причем так очень все по-серьезному В конце концов у всех заканчиваются ракеты, носители, боеголовки Что там, что здесь, вроде не очень знают, что там вообще, у кого что есть Но, как бы, советская разведка доносит, что у американцев все закончилось Леонид Ильичу докладывают тоже, что все закончилось И, значит, и там Джимми, и здесь Леонид Ильич сидят и думают, блин, что же делать Тут открывается дверь, заходит в начале генерального штаба Не помню, Агарьков тогда был, кто-то, может, раньше, не помню Леонид Ильич, у нас там в Бурьяне нашли еще пять бомб атомных Брежнев набирает картеры, Джимми А пока у нас в стране бардак, мы не победим А это к чему? Я живу в Минске, в сталинском доме, у нас есть подвал Там сарай всякий, я недавно спускаюсь в подвал Начинаю там доставать велосипед И накажу какой-то подозрительный ящик Это вот я оказался в Бурьян Открываю, а там пару сотен дисков Я летчик, самое первое издание Откуда они там, я не знаю У меня сразу возникли такие грустные, честно говорю Ностальгические воспоминания, когда Игорь Ткаченко А это было 13 лет назад, 2006 год Он говорит, диск вышел, они прилетали как раз в это время в Белоруссию И они были, русские витязи были первые, кто получили эти первые экземпляры И Игоряша мне говорит Так, слушай, он такой очень, ну все время, деловой Ящик давай Я такой, в смысле, ящик с дисками Я говорю, ну на Они попадут в те нужные руки, куда это надо Я это почувствовал спустя какое-то время Действительно они летали И Игоряша раздавала эти диски действительно тем, кому надо С того времени А я так, по ушу тебя скажу Началось триумфальное шествие песни «Я летчик по планете» Хотя там песня еще в самой первой аранжировке Не все мне там нравится Чем отличается диск от всех потом Последующих переизданий диска «Я летчик» Он переиздавался шесть раз Там именно на нем только есть песня На стихе Бродского «Письмо генералу Зэр» Я к чему? Я привез, он там продается Ну надо же продекламировать Переход Спасибо! Спасибо!